Привет, друзья мои! С вами Игорь Фольк. И мы продолжаем серию из рубрики «Разговоры за едой». И сегодня мы будем кушать борщик. Борщик, приготовленный в казане, на костре. Борщ по рецепту моей жены. Она обычно никому не доверяет сварить борщ по ее рецепту, но тут доверила мне такое ответственное занятие. Вот, посмотрите, какой она получилась. Красавчик! У нас также есть пара кусочков пиццы. Мы сегодня приготовили ее дома на сковородке. Я думаю, в ближайшее время это видео выйдет. За пять минут можно приготовить шикарную пиццу. Ну, и тут у нас есть пара кусочков бородинского хлеба, чесночок, перчик с соседского огорода. Не, мы не стырили. Угостила она сама. Итак, попробуем... Что попробовать? Пиццу или борщ? Попробуем сначала пиццу. Ммм... О, вкусно! Уже на утром делала, я не успел позавтракать сегодня. Были с утра пациенты, пришлось рано утром ехать на работу. Ну, сейчас уже, по сути дела, рабочий день закончился. Можно... И чесночком побаловаться. И борщичок попробовать. Ммм... Больше получился. Ммм... Очень вкусно. Ммм... С фасолькой. Ммм... Как вкусно! Ммм... Ну, пара анекдотов. У меня солнце тут в левый глаз светит. Тут на работе у меня нет шторы, чтобы задвинуть. Поэтому приходится мириться. Пару анекдотиков. Анекдоты с советских времен. Проходят соревнования. Какой-то там спартакиады. И два метателя молота стоят перед началом. Разговаривают. Один другому говорит, ты знаешь, сегодня моя теща на трибуне будет смотреть, как я выступаю. Товарищ так задумался. Говорит, так это же классно, что, говорит, теща придет. Покажи ей себя во всей своей красе. Этот так смотрит в район, где сидит теща. Потом посмотрел на себя. Говорит, нет, не доброшу. Грузин поймал золотую рыбку. Говорит, о, три желания. Я тебя отпускаю. Она говорит, да я же не золотая, я серебряная. Я только два желания могу. Говорит, ну давай хотя бы два. Так, говорит, первое желание. Хочу, чтобы граница моей любимой Грузии простиралась от Черного и до Балтийского моря. Рыбка так подумала, покрутила головой. Говорит, не, я хоть и могущественная, но я такого, говорит, сделать не смогу. А что еще ты хочешь? Мужик подумал. Говорит, ты можешь мою жену сделать красивее немного? Она говорит, дай фотографию посмотрю. Мужик достал фотографию жены, показывает рыбки. Рыбка смотрит. Говорит, нет, давай лучше вернемся к вопросу о границах. Еще один анекдот. Из советских времен тоже. Идет мужик в Москве. Ищет что-то. Смотрит на здания. Номера домов. И навстречу ему идет мужчина. Говорит, вы что-то ищите, может вам помочь. Он говорит, как попасть в американское посольство? Говорит, как попасть? Прицелиться, зарядить и выстрел. Тогда отношения были, да, не сейчас, наверное, не лучше. Ну, это анекдоты из советских времен. Что-то навеяло так вот ностальгией. Ну, кушаем дальше. А вам вопрос на засыпку. Как реагировать родителям, если ребенок застал во время секса? С чесночком самое то. Сейчас попробую перчик. М-м-м. Сыщачок. Вчера еще раз. М-м. Мясо. М-м. М-м. Блюдо, по-другому, это класс Надо о пицце не забывать Пицца с борщом Как всегда, салфетки забыл Так, что же делать? Ребенок застал во время секса И чего не надо делать? Вот на вопрос, чего ни в коем случае нельзя делать Если ребенок вас застал во время секса Я расскажу в конце нашего видео А пока давайте пойдем И посмотрим, что же нужно делать Если такая ситуация произошла Ну, во-первых Нужно Понимать, в каком возрасте ребенок Вас застал Потому что от возраста ребенка зависит И то, что нужно делать Если это маленький ребенок От Нуля, там, до трех лет То Ребенок воспринимает эту ситуацию В большинстве случаев Как папа Мучает маму Там, бьет маму Естественно, он Если он это все увидел Он Будет в непонятных чувствах И В такой ситуации Ребенка нужно Успокоить Во-первых, сначала накрыться одеялом Вот Потом Подозвать его к себе Приласкать Ну, мама это в основном должна делать Сказать, что Папа не обижает маму Что Мама с папой Любят друг друга Любят его Потому что Ему сам процесс непонятен Ему вообще ничего не понятно До трех лет Вот Он видит, что папа там Может маму как-то держать В какой-то Позе Или Быть сверху Или что-то такое Поэтому в такой ситуации Нужно убедить ребенка Что папа хороший И ничего плохого не происходит Что все его любят Папа его любит Мама его любит Приласкать Может быть даже закачать Вместе Вот Это то, что Следует делать родителям С маленьким ребенком Свежачок Перец Я же не сказал Что у него больше вкуснее Ну честно Мой вариант приготовления Нравится больше А он все равно Мои болталки не смотрит Так что не услышит Что я тут говорю Итак Возраст от трех до восьми Уже Чуть постарше Что же нужно делать Что же нужно делать Если ребенок застал Неподходящий момент В таком возрасте Нужно Вежливо и культурно Попросить его вернуться В свою комнату И потом через пару минут Прийти к нему И Поинтересоваться А что случилось Почему он выходил Может у него какая-то проблема То есть Понять его проблем А потом Ненавязчиво Уточнить А что он видел Когда он зашел В комнату Иногда Дети с просонья С полузакрытыми глазами В темноте И понять не могут Что же там Происходило То есть Если ребенок не видел То и объяснять Ничего ему не надо Или ребенок скажет Что вы там крутились Или что-то такое То есть Он толком не видел Вот Так нужно поступать Когда Ребенку От трех До восьми лет Больше бомба Все-таки Блюдо Приготовленное На костре Намного вкуснее Следующий возраст От восьми и старше То есть Уже Ребенок Который ходит в школу Уже ребенок Который Может быть Знать Что такое секс Что же делать В таком случае Если ребенок Старше восьми лет Застал вас За Такой Пикантный Будем так говорить Ситуации Ну Если ребенок Старше восьми лет Он не будет стоять Вас и рассматривать Попав в такую ситуацию Он сам сконфузится И уйдет к себе Что же Нужно Сделать Вам Нужно поговорить Обязательно С ребенком Ночью Этого делать Не нужно Это глупо Но на следующий день Обязательно Поговорить С ребенком Объяснить Открыто Уже В этом возрасте Можно говорить Открыто Что папа и мама Любят друг друга Таким образом Они ласкают Друг друга Занимаются сексом И спросить Есть ли у него вопросы Или у нее По этому поводу Если есть вопросы Коротко Ответить на них Не размазывая Какими-то Историями А Коротко Но обязательно Нельзя Как-то Делать вид Что ничего Не было Вопрос Открыт Его Нужно Решить И В конце Нашего Видео Я хотел бы Сказать Чего Ни в коем Случае Нельзя Делать В таких Ситуациях Хотя Родители В большинстве Именно Так и Поступают Но во первых Злиться На своего Ребенка А в чем Он виноват Закрывайте Дверь Как-то Обезопасьте Территорию На которой Происходят Занятия Сексом Ребенок Здесь Ни при чем Поэтому То чего Нельзя Делать Это Злиться На ребенка И второе Очень важно Чего нельзя Делать Родителям Это Игнорировать Ситуацию Делать вид Что вроде бы Ничего и не было Что в большинстве Случаев Делают Родители Они боятся Говорить С детьми На эти темы Не надо Бояться С ребенком Нужно Быть Открытым В этом Залог Успеха Его Будущего Если он Видит Что родители Не хотят Идти с ним На контакт Скрывают От него Что-то Он сам Таким Станет И вырастет Поэтому Вот эти Две Вещи Игнорировать И злиться Ни в коем Случае Нельзя делать В такой Ситуации Ну а наше Видео Подходит Завершению Борщ Я почти доел Пиццу Сейчас тоже Доем Пицца Обалдеть Как вкусно Первый раз Сделали На сковороде Друзья 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 Я желаю Вам оставаться Здоровыми Счастливыми Напишите В комментариях Попадали ли вы В подобные Ситуации Как вы Реагировали На них Предлагайте Темы Для общения Я буду Рад Обсудить С вами Ну а на этом Наше видео Завершается Всего вам доброго До новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok